всем привет с вами я татьяна шадрина вы мне на канале время шить сегодня время шить шляпку панаму я шью свою панаму из старой джинсовой рубашки рубашка в клеточку в предыдущей части в первой части мы с вами построили выкройку и выкроили панаму а сегодня мы ее сошьем я сейчас закончила в предыдущей части дублировать детали и проутюжила детали по необходимости те которые были подмяты сейчас сажусь за швейную машинку и шьем шьем строчим ну что приступаем к пошиву я беру части полей что у меня под руки попадается то и беру давайте начнем с полей складываем поля вот так лицом к лицу и стачиваем по вот этим вам стачиваем желательно конечно же ровно на ширину припуска у меня припуск один сантиметр был если необходимо сметывать и скалывайте вначале в конце конечно делаем закрепки вот у меня получился первый круг поля я сейчас пойду на утюг и вот так при пуске разутюжу точно также сейчас я сошью второй круг который будет нижней частью но уже не буду показывать теперь беру две детали тулья это подкладка из точно также стачиваю по краям торцевые стороны стачиваю вот что у меня получается это у меня подкладочная деталь подкладочка и сейчас мы точно также из основной ткани сошьем уже показывать не буду у меня кстати стоят метки видите на изнаночной стороне чтобы не перепутать где лицевая где изнаночная сторона мелом поставила такие крестики или штрихи чтобы не перепутать смотрите что делаю нужно осноровить чтобы не торчали по крайней мере не выступали за срезы дублирующие материалы просто чтобы при пуске швов были меньше чем один сантиметр я их оставляю на примерно 5 миллиметров вот так пусть будут по 5 миллиметров и разутюживаем чтобы было более плоско все вот я разутюживаю точно так же мы сейчас поступим со второй деталью тули это поля у меня срезаю припуски до 05 посмотрите на что обращаем внимание на подкладочные детали тульи детали детали тульи на подкладочной детали их я что и сделала вот сейчас я разутюжу надо было по-хорошему сделать там закрепки но я прострочила вторую строчку посмотрите мне нужно будет через боковой шовчик вывернуть потом шляпу в готовом виде на лицо я прострочила вот здесь поставила закрепку потом строчка закрепкой строчка закрепка и сейчас посередине вот видите я разутюжила чтобы у меня форма была и просто посередине вот этот вот кусочек сейчас распарю чтобы у меня остался такой и форма шва осталось и дырочка осталось чтобы мне можно было потом вывернуть эту шляпу вот все вот она дырка в боковом шве что дальше делаем я хочу закончить поля приготовить полностью поля я беру кладу лицом друг другу поля соединяю швы вот эти шовчики на полях вот так сейчас все выровняю и соединяю по внешнему кругу поля друг с другом это соединю и потом вывернем покажу что дальше делаем и сразу же параллельно можно тулью соединять с донышком вот у меня тулья вот у меня донышко и мы оставляли с вами в четыре метки то есть вот они два шва и еще две метки и над на донышке тоже у нас есть вот эти вот метки с четырех сторон поэтому я беру донышко и совмещаю вот здесь со швом и на расстоянии 1 сантиметр там где будет идти шов я соединяю с другой стороны точно так же я беру соединяю вот здесь соединяем у нас должна вот это вот должно донышко точно поместиться сюда в тулью и вот видим что ну да практически хорошо помещается вот вот и я нибудь еще посерединочки мы так вот сейчас сколим и будем сейчас на машинке соединять тулью с донышком мы эту процедуру здесь проделаем для внешней детали из ткани внешней детали и проделаем то же самое для детали из подкладки ну что за швейную машинку если вам кажется что донышко например не входит в эту стулью кажется что больше донышко чем длина тульи то давайте на миллиметр просто поднимем само донышко может быть просто разная длина оказалось припусков разная величина припусков ну вот я приподняла на миллиметр буквально и сразу все стало входить вот прям миллиметра этого достаточно я сейчас в колола по всем местам и сейчас начинаю притачивать вот что как выглядит все это мне удобнее пришивать когда вот эта часть идет под внизу а кругленькая вверху начинаем строчим примерно на расстоянии сантиметр от края длина стежка для джинсовой ткани ну смотрите сами какая у вас подходящий у меня два с половиной и строчим вот я уже спокойно прошла сектор у меня ничего лишнего здесь видите не никаких морщинок не получается надо стремиться чтобы не было ни складок не морщинок если что-то где-то вот тулью подтягиваем и кружочек спокойненько входит у меня в эту стулью донышко сейчас вот так заканчиваем вшивать донышко то же самое сделаем для подкладочной ткани шила донышко что дальше сделаю мы подрежем ся с длину припусков немножко вот здесь я уберу вот эту ширину припусков толщину чтобы было поаккуратней и вот как у нас будет выглядеть с лицевой стороны шляпа смотрите что сделаем мы немножко сейчас срежем длину припусков вот здесь я уберу лишнюю толщину просто чтобы внутрь то что уходит внутрь не было слишком много лишнего в припусках вот здесь уберу и после этого мы отстрочим вот этот шов втачивание донышко так я подрезала припуски сейчас что делаем посмотрите я сейчас беру вот этот припуск отворачиваю на тулью и прокладываю шов на швейной машине вот так буквально на миллиметр от русла шва я прокладываю эту строчку называется 1 строчка просто чтобы шляпа у меня имела форму можно было тульи проклеить дублерином но мне не хочется мне хочется чтобы шляпа все-таки была летняя не было излишней толщины ну при желании можно повторю бака проклеить и дублерином вот что получилось я пристрочила как бы швы выправил их они теперь будут иметь форму вот этот шевчик надо поутюжить на подушке чтобы он был тоже ровно аккуратный точно так же сейчас поступлю вот с этими деталями подкладки сейчас работаем с полями посмотрите все меньше деталей как бы сами писали мих по все по себе все детали становятся уже собираются в единое целое как я уже сказала соединяем поля по внешним контуром шовчик шов шву соединяла вот здесь у нас были метки как хорошо что мы с вами поставили метки с торцов шляпы тоже кладу булавочку он прокалываю и здесь сейчас прокалываем булавку можно еще за закрепить закрепить конечно же в промежутках вот здесь будем сейчас строчить по внешнему контуру шляпы я не буду больше нигде прокалывать булавками стараемся строчить ровно на расстоянии ну вот на ширине лапки я строчу на сантиметр я смотрю на такие здоровые поля получаются что спокойно сантиметра заберу и не пострадает шляпа от этого посмотрите что я сделала с полями прострочила по внешнему контуру срезала излишки припусков оставила где-то 0507 наверно и посмотрите что еще сделал вот такие надсечки сделала не доходя конечно же до края и желательно если у вас толстые вот как я бы здесь тоже сделают на если толстая ткань можно на миллиметр покороче оставить вот эту сторону которая проклеена на миллиметр чтобы у нас не было вот здесь по краям слишком большой толщины но честно говоря китайцы на эту тему не извращаются если мы покупаем вещи вот в масс-маркете то точно нет ступенчатой с подрезки припусков от 100 пудов в общем на ваше усмотрение делаем или не делаем я сейчас сделаю все и смотрите что делаем дальше мы вот так раскрываем шляпу и решаем какой слой сверху меня проклеенный слой сверху поэтому я сейчас опять буду делать расстрочку припуск подкладки применение подкладки ну да к нижней части полей и на миллиметр прострачиваю выполняю расстрочку делаем я сейчас заканчиваю подрезку ступенчатую и расстрочку смотрите какой бублик получился вот я выполнила строчку 1 строчку так сказать с лица это вот так выглядит и нам сейчас нужно вывернуть эту эти поля приутюжить все чтобы было аккуратно мы помним что у меня поля скроены были не так чтобы плоско вот так не вне лежать то есть немножечко так как бы конусом поля сейчас я буду приутюживать вот у меня там куда припуск пристрочен эта деталь как будто поменьше вот я сейчас так вот буду приутюживать по кругу ну желательно конечно утюжить на ребро вот прям так хоть я припуск и приутюживаю но сильно перекат не делать иначе у нас прям совсем внутренние детали станет намного меньше то есть вот так вот мы сейчас это все вот поля утюжим и нам с вами останется смотрите что сделать вот это вот у меня лицевая сторона вот она лицевая сторона видите в плоскость не кладется под цилиндром чуть-чуть так вот верни конусом сейчас мне нужно будет проложить вот такие линии ну простегать эту как бы шляпку вот это мне лицевая сторона я что делаю сейчас примерно вот скажем первый круг будет у меня стежка идти на расстоянии 3 сантиметра 4 или чаще сделать давайте 2 4 6 8 вот так 2 4 6 8 и я вот сейчас пометки оставлю и потом сколю чтобы не разваливалась 468 вот так и сяду за швейную машину и простегаю вот у меня линии и и сейчас где-то начинаю возле одного из швов и стягаю как проложить линии эти более-менее ровно аккуратно уже решайте сами либо здесь кладем какой-то фиксатор ну например на одинаковом расстоянии пытаемся строчить а кто-то вообще не обращает внимание на ровность этих линий наоборот строчит вот всякими зигзагами и такое я встречала поэтому кто как во что гораздо так и делает строчим я прострочила вот они видите швы для стежки я схожу на утюг по утюжу и будем соединять основание шляпы с полями смотрите что я делаю я сложила шляпу друг с другом поля и вот сейчас среда срезаю лишним так называемого осноравливаю вот у меня готовые поля сейчас самое время примерить это эти поля на голову если есть ощущение что туговато то есть смысл немножечко вот так вот срезать но можно сложить пополам и срезать прямо буквально вот ну пару миллиметров чтобы чуть-чуть расслабить и возможно просто припуск оказался слишком большой великоватый вот я у себя примерила мне показалось туговато на голову можно вот так конечно сложить и все одинаково срезать я поскольку толщина большая я просто по кругу сейчас пройдусь и срежу по паре миллиметров я срезала по по 2-3 миллиметра и заново восстановила рассечкой сюда сделаю сейчас буду соединять вверх свои шляпы с полями смотрите если нужно то приметайте я не буду приметывать я буду сразу все стачивать можно сразу соединяйте поля и вернее тулью подкладки и тулью самой шляпы одним швом но вот видите как я хочу сейчас это сделать в 2 шва здесь опять работает принцип что тулья у нас она более ровная она будет лежать у нас внизу а вот эта криволинейная шляпа будет лежать сверху есть ощущение что они не совпадают что они разной длины но нет потому что здесь у нас припуски у шляпы у полей вернее более жесткие нет все укладывается как надо вот прям один в один так перекладываем и пришиваем поля пришиты шляпу можно примерить если где-то вдруг у вас образовалась складочка нужно под пороть и складку это убрать у меня вот есть в двух местах складочка вот такая защипчик я сейчас под парю и чуть-чуть поменяю здесь вот пришила я тулью к полям сейчас осталось подкладочку пришить все повторяем точно так же я беру подкладочку и соединяю подкладку с шляпой вот так скалываем прячем все поля внутрь и сейчас вот эту подкладку вот так скалываем поля у нас там в серединочке где-то оказываются толщина уже прям приличная скалываем метки видите как хорошо когда метки уже стоят то есть особо забот никаких нету по совмещению и вот нам останется соединить проложить строчку ну вот я слегка так под натягиваю чтобы здесь ровно было строчить буду смотрите откуда изнутри вот по этой строчке который у меня была в первый раз я пониже будут строчить мне легче когда их по очереди при так пришиваю строчим вот как я показывала что начинаешь строчить и строчка в строчку все я уже по кругу пробежалась пришила я вот эту историю вот сейчас выворачиваю от через эту дырочку ну вот смотрите будут дырочка небольшая а поля толстым и надо вытащить как-то сейчас нужно мне будет вот это место зашить можно положить под машинку и просто вот так застрочить и кстати наверное я так и сделаю хотела на руках да уж и чисто времени жалко на это посмотрите вот так соединяем поскольку у нас все было здесь при утюжена то это очень легко сделать нижний как будто чуть-чуть будет выступать у меня верхней чуть-чуть покороче но одинаково их кладу и вот под машинку у меня промышленная машина вот прелести промышленной машины еще и в этом что начать спокойно по краю проедет никуда не убежит не съедет шевчик и будет достаточно аккуратно вот я здесь перехватываю почему нижние выступ чуть-чуть пошире ну где-то на миллиметрик чтоб он попал в шов я могу его минимально тоненький прокладывать ну все вот так сейчас до конца строчу и закрепочку вот такой тонюсенький шелчок получился все это ниточка все сейчас я еще хочу сделать следующую историю просто вот так все расправить на тулью и проложить вот здесь где-то в сантиметр наверно строчку закрепляющую чтоб не здесь просто было все толстенько вот сейчас в одном месте где стыковка швов было сейчас вот так оттягиваю и прокладываю строчку просто для фиксации вот где-то на расстоянии на на сантиметр закрепочку маленькую и буду расправлять и снизу туда и сверху туда чтобы у меня все ровно было можете эту строчку прометать если есть потребность вот так расправляем в общем я прокладываю эту строчку и встречаемся с вами на примерке шляпа у меня готова я довольна результатом и самое главное мне нравится то что я могу влиять на эту выкройку сама дальше я сшил эту шляпу сейчас мы с вами посмотрим ее в разных ракурсах вот так она смотрится и предлагаю пообсуждать что можно было бы изменить выкройки если хочется подкорректировать во первых можно изменить ширину полей сделать поменьше я думаю что в следующей шляпке я сделаю точно поля поменьше на пару сантиметров покороче во вторых я хочу сделать поля вот которые будут короче с большим наклоном вот эта волна она мне кажется излишней можно при разведении прямоугольника стороны поставить в виде прямоугольника а можно поставить например под уклон 45 градусов либо среднее что-то между ними в общем у меня это поле будет для экспериментов возможно я вам еще парочку шляпок покажу то что получилось у меня одно точно знаю что я их несколько сошью в этом сезоне потому что вот это наверное шляпа пойдет одному из моих мужчин потому она скорее выглядит как мужская шляпа себе сошью из светлого льна может быть сурового льна у меня есть такие остатки тканей возможно сошью еще просто из однотонной джинсы светлого цвета в общем куда деть остатки ткани или старой рубашки а может быть даже старые джинсы мы теперь с вами точно знаем надеюсь видео было вам полезно интересно в этом видео я постаралась дать вам удочку они готовы результат мы с вами можем моделировать эту шляпку сами под свои нужны так что с вами была я татьяна шедрина вы были мне на канале время шить всем пока пока до встречи